В общем, хотел уже записывать прогноз на матч Ливерпуль-Эйртен, как решил посмотреть линию на матч РФПЛ на завтра, Локомотив-Уфа, точнее наоборот Уфа-Локомотив, и сразу же, в общем, на ходу записываю прогноз. Прогноз достаточно простой, на мой взгляд, 1х Уфа, плюс тотал меньше 2,5. Я удивился, что Локомотив является фаворитным по коэффициентам, мне кажется, это неправильно. Ну, давайте быстро разберем этот матч, начнем с 1х. Почему Уфа не проиграет? Во-первых, при Симаке Уфа еще никого не проигрывала, Уфа это вообще одна из лучших команд после возобновления чемпионата по набранным очкам, одержала команда 2 победы над Детериком и Крылья Советом со счетом 1-0, и в гостях у Краснодара не пропустила, сыграли 0-0, да, у Краснодара были моменты, но Краснодар у себя дома всем забивает по много мячей, а Уфа сохранила свои ворота в неприкосновенности. Если в целом брать матч Уфы, то у 9 домашних встреч команда потерпела всего лишь 2 поражения. Здесь на самом деле хорошие результаты Уфы, занимает не самое ключевое место в ставке 1х, здесь мне больше не нравится Локомотив. Локомотив, который постоянно колошматит сторону в сторону, команда занимает 10 место, а я напоминаю, что Уфа идет на 5 месте, и при этом идет фаворитом в гостевой встрече, при том, что Локомотив одержал в гостях всего лишь 3 победы в 10 играх. При этом они победили у Томи, которая вообще ни о чем, вы сами понимаете, победили у Крылышек после возобновления чемпионата, но Крылышки тоже сейчас не в самых лучших кондициях находятся. То есть эти 2 победы абсолютно не показательны. Локомотив также проиграл на своем поле Краснодару недавно, сыграл у себя с Спартаком 1-1, когда Спартак имел больше шансов для того, чтобы победить. Но у себя дома Локомотив-то еще более-менее играет в гостях, я уже вам озвучил статистику, поэтому 1х, с учетом того, что Уфа в принципе особо не пропускает голов, мне кажется очень хорошей ставкой. Плюс Total меньше 2.5. Я не знаю, стоит ли вообще как-то аргументировать Total меньше 2.5, чемпионат России и так Total меньше 2.5 заходит почти всегда после возобновления чемпионата, так тут Уфа, самая менее результативная команда нашего чемпионата. Вы просто думаетесь, да? В 7 из 9 матчей Уфы у себя дома прошел Total меньше 2.5, а в 6 из 9 прошел Total меньше 1.5. В 6 из 9, напоминаю, это 66%. То есть Total меньше 1.5 это самая такая ходовая вообще ставка в домашних матчах Уфы. Но здесь мы возьмем Total меньше 2.5 плюс 1х. И мне кажется ставка тоже более чем надежная. Вообще после возобновления чемпионата Total меньше 1.5 прошла всех матчей Уфы, я уже сказал. Две победы минимальные 1-0 и ничья в Краснодаре 0-0. Поэтому тут я какого-то чуда не ожидаю. Что касается Локомотива, то у них тоже в гостевых встречах результативность не зашкаливает. Да, было два матча против Томи и вот один из последних против Крылыша, когда они победили 3-0. Но в 7 из 10 гостевых встречах Локомотива Total меньше 2.5 также проходил. Вот помимо этих двух матчей против футсайдеров, Total меньше 2.5 еще не прошел в гостевой встрече против Краснодара. Но Краснодара, сами понимаете, забивная команда. Хотя Уфе они забить и не смогли. То есть здесь 1х плюс Total меньше 2.5, коэффициент события 2.08. Я считаю абсолютно нормальной ставкой. И Локомотив здесь не должен казаться фаворитом. Я надеюсь, что каких-то чудес здесь не произойдет. Кстати, Локомотиву не помогут в игре Ари, самый забивной нападающий после возобновления чемпионата. Также Чорлука пропустит игру, а это лучший защитник. Но тем не менее, с учетом результативности Уфы, я думаю, это не сильно скажется на пропущенных мячах. Но то, что Уфа не пропустит, либо пропустит мало и при этом не проиграет, я думаю, что данное событие с 2.08 абсолютно логично. В общем, это моя ставка на матч Уфа Локомотив. Если понравилось, пожалуйста, ставьте лайк. Если не согласны, то предлагайте свои ставки в комментариях. Ну и, соответственно, уже, наконец, ждите топовые прогнозы на топовые матчи. Скоро-скоро все будет на канале. Напоминаю то, что в своих прогнозах я все больше выражаю свое собственное мнение, а не призываю вас на что-либо ставить. Поэтому в идеале вы должны сформировать свое собственное мнение. Футбол, он тем привлекательен, что порой у него происходят неожиданные события. Поэтому иногда даже самый разумный прогноз не всегда может зайти. Но на дистанции я в плюсе, чего желаю вам. Ставьте с умом. Успехов вам!